Так, всем здравствуйте. Сейчас мы покажем уникальное видео по подбору ключевых слов. Меня зовут Сергей Чироков и на связи Инна Павловна. Ну да, у меня такой вопрос. Многие чайники задают вопрос продвинутым пользователям интернета. Как же все-таки правильно составить ключевые слова на видеоролик свой? Поэтому многие не знают, куда обратиться. В том числе и я задаю вопрос тебе, Сереж, пожалуйста, помоги. Куда зайти, посмотреть все-таки, как правильно подобрать ключевые слова к видеоролику. Давай, пожалуй, начнем. Да, Инна, значит, заходим на, например, Google AdWords. Так. Ну, мне больше Google AdWords понравился. Есть еще Яндекс Директ. Яндекс мне не особо понравился. Потому что здесь как-то более мне сейчас в последнее время нравится. Дальше, значит, что мы делаем? Вот на примере разберем вот этого ролика. Вот вчера загрузил новый ролик. Бизнес для бизнеса, возможности для бизнеса вместе с Exos Corporation. Значит, по ключевым словам. Во-первых, в заголовке должно быть ключевое слово, то есть бизнес для бизнеса и возможности для бизнеса. А дальше вот вместе с Exos Corporation это не особо известно. Поэтому возьмем первое ключевое слово, словосочетание «бизнес для бизнеса». Скопируем, идем сюда. Значит, на Google AdWords как я перешел на эту страницу. Инструменты и планировщик ключевых слов. После этого открывается вот этот планировщик ключевых слов. Дальше. Кликаем вот сюда. Вот так. Вставляем вот сюда вот «бизнес для бизнеса» и внизу «Получить варианты». И Google нам автоматически подбирает варианты разных ключевых слов. Значит, то есть что искали за разные месяцы. То есть «бизнес для бизнеса» искали вот 504 тысячи запросов, там 442, то есть в разные месяцы. То есть он фактически за год выдал по месяцам. Яндекс выдает за месяц. У Яндекса «Вот старт Яндекс», то же самое вставлю, допустим, и подобрать. То есть Яндекс выдает за последний месяц. И тоже варианты выдает. Сколько запросов было. Так, давайте с Google разберемся. Значит, дальше. Внизу здесь показаны варианты групп объявлений. То есть нуля идей, кто-то набирает, там, идеи малого бизнеса, «бизнес для бизнеса» и сколько… Среднее число запросов в месяц. А также рекомендованная ставка. Значит, по ставке что это такое? Те люди, которые платят Google, они платят за клик и получается, размещая свои объявления, они будут платить вот такие деньги за свое объявление, за то, что кто-то кликнет. Значит, получается, вот, допустим, бизнес-кредит, 1004-1040 просмотров было, тут можно кликнуть и на графике это наглядно посмотреть за каждый месяц. И тот предприниматель, который разместит, ну, сделает запрос платный, он за каждый запрос будет платить по 106 рублей. Один клик будет 106 рублей стоить. Дальше, значит, теперь по ключевым словам. То есть в заголовке я взял «бизнес для бизнеса», выбрал варианты и один ролик, и с одним роликом смежные ключевые слова используют, начинаем. Дальше, где эти ключевые слова, то есть это раздел теги, то есть внизу, то есть возможности для бизнеса, возможности для бизнеса, так, возможности для бизнеса вместе с Texas Corporation, это как бы низкочастотное ключевое слово, потому что мало кто ищет. Возможности для бизнеса, то есть как есть вот это. Сережа, ты теги сам придумываешь? Да, теги я выбираю вот отсюда. Вот, либо варианты групповых объявлений, либо варианты ключевых слов. То есть если есть варианты ключевых слов, вот допустим, я вверху вбил «бизнес для бизнеса», даже по этому ключевому слову есть запросы. Вот в последнее время тенденция стала повышаться, то есть больше людей начали искать. То есть в июле 70 запросов, там 110, в сентябре 140, сейчас может еще больше быть. Значит, эта тема актуальная. Значит, 110 запросов, уровень конкуренции средний, прям беру вот это ключевое слово, скопировали и вот сюда вставили. И остальные также ключевые слова, то есть ниже, как бы система предлагает варианты смежных ключевых слов, то есть идеи для бизнеса, почему бы не подойти. То есть берем, выделяем, копируем, то есть 12 тысяч запросов было в месяц в среднем. Бизнес, идеи, как начать свой бизнес, то есть это высокие запросы, идеи бизнеса, тоже высокие запросы. То есть эти же ключевые слова являются тегами для этого видео? Да, то есть это значит, что вот эти запросы делают люди. Значит, то, что они ищут, то им и надо. И мы их прописываем в тегах? Да, и мы их сюда вот прописываем. Опять-таки прописываем сколько. То есть тут есть, конечно, ограничения по количеству тегов. В любом случае система выдаст. То есть здесь будет сообщение, что слишком много ключевых слов. Или вот здесь, не помню точно. И после этого сохраняем. Если много ключевых слов, лишние поубирали, как бы основные. Понятно. То есть главное в заголовке и вот здесь. И причем у YouTube, насколько мне известно, значит, заголовок вот здесь. То есть в заголовке должны быть ключевые слова и в названии видеоролика. Когда мы загружаем, там тоже обязательно ключевое слово должно быть. Нужно ли они ищут. Тогда будет эффект. Вот. Аналогичным способом можно найти, конечно, ключевики вот на Яндекс.Вольстат. То есть отдельно для YouTube нету подбора слов. Как на сайт подбираем ключевые слова, так и для ролика, да? Да, да. Все одно и то же примерно. Все понятно. Окей. Спасибо, Сережа, большое. Все, пожалуйста, давайте. Если понравился ролик, лайкайте, пишите комментарии, обсуждаем. Всем до сзади. С вами был Сергей Чураков и Напаловна. Ну и все, давай. Давай, пока. Пока.